Приветствую вас, и, наверное, сначала стоило бы спросить, как быть, чтобы что, какова ваша, скажем, цель конечная, чего вы, скажем так, хотели бы для начала от нас. Как от психолога, к примеру, то есть, что вам нужно? Наверное, это, пожалуй, первое, что я хотел бы уточнить, потому что непонятно, чего вы хотите, не совсем понятно, что вам нужно, не совсем понятно, чего вы желаете, не совсем понятно, какова цель того, что вы хотите. Вот. Это, наверное, первый момент. А второй момент, который я хотел бы уточнить, это момент такой, чего конкретно вы боитесь. Вот именно, конкретно, чего вы боитесь. Понимаете ли вы, что мужчина, он держит вас в страхе, по факту, и он именно за счет страха вами управляет. Но страх этот, ваш, в первую очередь, это вы, в первую очередь, боитесь, что о вас кто-то подумает, к примеру, не так, как вам, допустим, хотелось бы и так далее. То есть, вы боитесь, аммм, чего-то, к примеру, вот. Поэтому я предлагаю вам подумать о том, чего конкретно вы боитесь. Именно вы, вы говорите, что я боюсь, что меня будут считать распутные женщины. Но кто будет считать распутные женщины? И, если, к примеру, вы, ну, чем-то спровоцировали это, спровоцировали, ну, к примеру, вот, такую позицию, да. Вот. То, как бы, это еще не значит, что по факту вы, вы такая. То есть, тут очень важно, амм, что вы думаете сами о себе, что вы думаете сами о себе, чего вы хотите для себя сами. Понимаете? Вот. Я бы сказал, что именно этот момент является самым, самым важным. Я бы сказал, что именно этот момент является одним из принципиальных. То есть, вы по какой-то причине, да, чего-то боитесь, вы, там, ну, к примеру, да, не уверены в себе, к примеру. Вот. И, значит, для вас важно мнение других людей. Вот. То есть, работать нужно, в первую очередь, именно со страхом ваших, как мне кажется. Вот. Вот. И если вы хотите, если вы готовы, то можно и нужно это делать. Вот. Вот. Ну, для этого, правда, конечно, придется идти на встречу ему. Для этого придется ориентироваться исключительно только на себя. Вот. Для этого придется понять, что люди могут думать о вас что угодно, люди могут думать о вас как угодно, но все это не имеет значения, если вы верите и знаете, куда вы сами идете и что и для чего вы делаете. Вот. Вот. Поэтому, на мой взгляд, история, она здесь вот примерно такая. И, соответственно, если вам это близко, то можно и нужно работать с этим, на мой взгляд. Дальше. Вы пишите, не хочу с ним разговаривать и не хочу выходить, гулять, общаться с кем-либо, потому что думаю, что все уже подсказали от меня как раз пурную девушку. Обратите внимание, что вы, по факту, вот именно по факту, вы боитесь именно того, да? Что сейчас и происходит? То есть вы боитесь, что все вас представляют как распутную девушку, но именно это вы и делали своими, к примеру, фотографиями, да, которые есть у молодого человека вашего и так далее. Вот. И, если честно, я не думаю, что это все произошло как-то вот случайно. Это значит, что сама идея, сама, может быть, направленность вашей деятельности, вашего поведения, она такова. То есть, самая направленность вашего поведения, что вы, как будто бы, ну, как будто бы бунтуете, что ли, против ограничений, которые у вас есть. Есть. Вот. Ну и, соответственно, эти запреты, они толкают вас, вот, в том направлении, в каком вы идете сейчас и в том направлении, куда вы по итогу пришли. Вот. Поэтому я, конечно, не знаю, но мне кажется, что нужно все-таки исходить именно из тех запретов, которые у вас имеются. А страх, который у вас есть, страхи, которые у вас есть, это именно инверсированные желания. То есть, то, чего вы боитесь, это, по сути, инверсированные желания. То есть, я чего-то боюсь, я себе это запрещаю, но я, к примеру, в действительности, я этого хочу. Вот. На мой взгляд, вы именно хотите этого. На мой взгляд, вы хотите, как раз-таки, ну, какой-то, может быть, больше свободы, может быть, какой-то, какой-то больше, такой, более, больше себе может позволять, ну, и что-то, что-то такого, что-то такого типа. Вот. Конечно, я не могу сказать, что я в этом уверен, на сто процентов, потому что мало информации, но мне кажется, что он так. Так что, здесь, вам, ну, нужно разбираться, если вы хотите избавиться от страха. Вот. От страха, кстати, можно избавиться, это достигается путем индивидуальной работы. Вот. Так что, здесь, на мой взгляд, проблем никаких нет. Главное, ваше желание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, если у вас остались вопросы, пишите, пишите в личку, буду рад вам помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока.